Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим чуть более подробно о настройках прямой трансляции в YouTube, а также запустим стримы в Facebook и Вконтакте. Начнем с YouTube. В принципе я уже показал, как запустить простую трансляцию. Теперь расскажу подробнее, что здесь про что. Итак, создаем трансляцию. Чтобы не пугать подписчиков, поставлю доступ по ссылке, это значит увидят ее только те, у кого есть ссылка. Сразу скажу, что доступ по ссылке ставится в крайних случаях. Все-таки стримы на YouTube создаются, чтобы их посмотрело как можно большее количество зрителей. И первое, что это количество может увеличить, это запланированная трансляция. Здесь время, здесь дата. Я вам советую всегда планировать трансляции, поскольку, во-первых, вы можете попиарить анонс в соцсетях заблаговременно, а во-вторых, информация о запланированной трансляции может появиться у ваших подписчиков в трендах. Но может и не появится. Так, опять же улыбаемся и машем. Все, эфир запланирован. Запланированный эфир – это не приговор. Его можно редактировать впоследствии. Описание советую, кстати, добавлять. Можно поменять дату. Ничего страшного не произойдет, ну если вы не пиарили конкретную дату и время. Можно изменить параметры доступа, ну и так далее. Ну и превью, кстати, можно и даже нужно поменять. Превью – это 30% пиара в YouTube. Все, окей. Итак, у нас запланировано две трансляции. Одну я сделал заранее. Ну и понятно, что вы не будете тут сидеть три или четыре дня в ожидании трансляции. Поэтому страницу можно закрывать. Где потом искать запланированные трансляции? Они тут немного запрятаны, но вообще все, что связано с роликами, логично искать в закладке контент. А все, что связано со стримами, находится в закладке трансляции. Вот две наши запланированные трансляции. Опять же, можно зайти и что-то тут поменять. А если настало время запустить трансляцию, то нужно перейти вот сюда. Такой значок, кстати, не знаю, как его правильно назвать и стилизацией чего он является. И если час че наступил, нажимаете начать эфир. И вы в эфире. Кстати, ожидать часа че не обязательно. Еще раз, это связано в первую очередь с пиаром и ожиданиями зрителей. Но сам YouTube никак вам не запретит начать трансляцию раньше, хоть на день, хоть на два. Начинайте, когда хотите, но лучше начинать вовремя. Теперь, что касается собственно пиара. Ссылку на трансляцию можно взять, например, отсюда. Этой ссылкой как раз и делятся в соцсетях. Вот так она будет выглядеть при переходе. Зрители могут нажать напомнить, но напоминание, по-моему, приходит не всегда. Я замечал, что ее не приходило. Тут зрители могут оставить комментарий до эфира, но когда эфир начнется, они пропадут. А может и не пропадут. Ну и в целом все. Что касается доступа по ссылке. Если у вас открытый доступ, то уведомление о запланированном эфире появится у вас в канале. А вот эфир, запланированный на завтра. На момент выхода курса он уже прошел, советую посмотреть его в записи. Уверен, будет, вернее было интересно. Также анонс может появиться у подписчиков вот здесь. А может и не появится. А когда вы начнете эфир, уведомление придет еще и сюда, если подписчики нажали на колокольчик при подписке. Поэтому призывайте подписчиков нажимать колокольчик. Я, кстати, не призываю, а зря. Все, с эфиром на YouTube разобрались. Теперь посмотрим, что происходит в Facebook и Вконтакте. В Facebook вы можете запускать эфир и в своей хронике, и на страницах, на которых вы являетесь администратором. Кнопка прямой эфир. Пока не будем касаться ключей трансляции. Это тема следующих уроков. А будем использовать камеру. Ну то есть самый простой и незамысловатый способ. Нужно разрешить доступ. Вот я появился, но пока не в прямом эфире. Вам дается возможность донастроиться. Выбор камеры и микрофона. Добавляем название и описание и появляется кнопка выйти в эфир. Вообще тут много дополнительных опций и функций, но сейчас мы делаем эфир на коленке без ничего. Потом рассмотрим все немного поподробнее. Хотя рассматривать тут особо нечего. Поговорили и завершили прямой эфир. Вот так это выглядело. Прямые эфиры можно найти впоследствии в видеозаписях на странице. С Facebook пока все. Переходим во Вконтакте. Здесь также можно создавать трансляции на своей странице и в сообществе, где вы являетесь администратором. В сообществе должна быть закладка видео и в ней хотя бы одна видеозапись. В отличие от Facebook здесь нельзя запустить эфир напрямую с веб-камеры. Нужно использовать программу для трансляции, но за исключением этого все остальное тут как Facebook и YouTube. Кстати, из мобильного приложения эфир запускается без всяких программ, используя камеру и микрофон телефона. Здесь также можно запланировать трансляцию. Ну и собственно все. Теперь вам осталось дождаться времени начала трансляции и выйти в эфир, предварительно скопировав URL IK и вставив его в программу для трансляции. Что это за программа и что это за URL IK вы узнаете из следующего видео. Я, кстати, принципиально не рассказываю, как пользоваться для проведения стримов мобильными телефонами. Мне кажется это несерьезно. Ну то есть иногда бывает необходимо в случае форс-мажора, но все-таки я придерживаюсь мнения, что стрим это десктоп и какое-никакое оборудование и программное обеспечение. Поэтому мобильные приложения мы в нашем курсе рассматривать не будем. Да и нечего там рассматривать. Нажал пуск и ты в эфире.